Дорогие друзья, дорогие слушающие, до слова сегодня буду читать из 1-го послания Петра, 3-й глава, 15-й по 16-й стих. Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему от вас отчета, вашему повании дать ответ скротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, что злословят вас, как злодеев, были послажены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Вот так сказал Петр, да, вот каждому мы должны дать отчет и быть готовы дать, и не только там, но в финансовых делах, что очень важно, особенно, когда вот такая работа ведется, и как кто-то стоит перед церковью, так сказать, как и Петр, тоже у него, наверное, много было всего, чего говорить об отчетности. Но и другое, об уповании, во что мы верим, почему мы верим, что нас, так сказать, переубедило, чтобы мы стали верующими, чтобы мы готовы за Иисуса идти и посвятить Ему все-все-все, что нам принадлежит. Вот мне очень интересно, как Самуил, как ты сказал, уже в конце своей деятельности, он очень много сделал, такой, ну, хороший пророк, про которого говорили, ну, или в Писании, не найдешь ничего, что он сделал не так, все делал так, кроме, конечно, вот сыновья почему-то не стали такими, как он, вот это меня как-то смущает. Остальное, так сказать, все у меня получилось, и вот он стал перед всем народом уже седой, старенький, и он говорит им, И сказал Самуил всему Израилю, вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя, и вот царь ходит перед вами, и я состарился и посидел, и сыновья мои с вами, я же ходил перед вами от юности моей до сего дня, вот я, свидетельствуйте на меня перед Господом, перед помазанником его, у кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел, кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, я возвращу вам, и отвечали, ты не обижал нас, и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял, и сказал он им, свидетель на вас Господь, и свидетель помазанник его все день, что вы не нашли ничего за мною, и сказали, свидетель. Вот так было важно Самуилу сказать, конечно, у него была и цель, когда он это все сказал, он говорит, ну вот вы захотели царя, а ведь были у вас судьи, они хорошо все делали, спасали вас, но вам захотелось царя, как вот у всех народов, хотя только Бог царь, и говорит, это грех на вас, но теперь уже Бог помиловал вас, теперь поступайте правильно, служите Богу, служите царю, делайте все правильно, и все это он, так сказать, но им говорит в такой отцовской, с отцовской любовью, да и мне важно, что он мог вот перед всеми сказать, никого не обидел, никогда не сделал, так сказать, что-то, чтобы могло скомпрометировать его, и это так дорого, так дорого, для меня, когда мы читаем Писание, вот такое служение, и потом они говорят, молись за нас, он помолился, чтобы гром и молния, дождь пришла во время, когда дождей нет, они увидели Бог на его стороне, они говорят, молись за нас, он говорит, конечно, я этого греха никогда не допущу, я буду молиться за вас всегда до последнего дыхания, вот такое, ну, прекрасное, прекрасное слово, и для меня тоже важно, я как-то прощаюсь еще с моей мамой, она недавно ушла в вечность, и вот я открываю ее книги, ну, везде есть записки, если она книгу прочитала, одна пишет, почему, что ей было дорого, в одной книге я прочитал, вот детей воспитывать надо с ласковой строгостью, где-то она прочитала, где-то она написала полностью отчет за год, куда она свою десятину отплатила, кому она давала, так сказать, из того, что Бог ей подарил, или описывала очень подробно некоторые вещи, даже вот, когда с переездом были связаны, как кому что распределила, и вот это для меня так важно, потому что мы живем не просто так, вот я живу, и как день прошел, и все, и жизнь прошла, нет, где-то надо подвести отчет, и сделать, и сказать, почему я вот с этим человеком имею столько много терпения, столько хожу за ним, почему, почему где-то я по-другому поступаю, почему я вот жертвую здесь, здесь помогаю этим людям, а не тем, почему для меня, так сказать, вот важно быть в служении Господнем, и делать то или другое в миссии, или в любом служении, это очень важно, потому что мы ходим перед Богом, и нам важно за все дать отчет, и иногда бывает, кто-то тебя обвинит и скажет, вот ты там неправильно поступил, или еще, и мы должны дать отчет, если мы неправильно поступили, нам надо извиниться, нам надо, так сказать, привести в порядок все, это все важно, Самуил мог сказать, что нигде он вот так вот не поступил. Я, конечно, в моей миссии, во всех работах, в которых был в какой-то степени Богу благодарен, мне никогда не надо было просить у кого-то деньги, или еще что-то, даже те миссии, которые мы помогали, но я редкий случай, когда говорил о той нужде там, которая есть, и Бог вот давал, и мы смогли и нашу церковь выплатить, мы смогли и там вот поднять где-то какое-то служение, и при этом мог всегда сам зарабатывать деньги, это тоже очень долго. Я, конечно, не хочу тех людей, которые поехали в чужие страны, им нужна была помощь, и кто-то жертвовал, они, конечно, так сказать, очень много посвятили, и, может быть, им гораздо труднее, чем нам, которые мы работаем, и можем, так сказать, что-то давать в пользу Господней. Но вот важно, чтобы я мог с тем, как я живу перед Богом, перед Ним дать ей отчет, сказать, Господи, я перед Тобой поступал с чистой совестью, и всегда готов дать ответ любому человеку, и дать не просто, но дать ответ с кротостью, со смирением, так, то есть с уважением другому человеку, не просто вот, с чего ты лезешь в мою жизнь или еще нет, дать за братой, с той, как Господь вот это делает, и особенно, как мы читаем, как это смог Самуил, даже говорит, Бог свидетель, и потом этот дождь пошел и гром, и Бог был ему свидетелем. Слава Богу, да поможет нам Господь всегда иметь чистую совесть. Слава Богу, да поможет нам Господь!